Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире тема дня с Грекором Амирзаяном. 17-е годовщина со дня смерти Гранта Дымка. Министр иностранных дел Греции почтил память жертв геноцида, совершенного против армян. Нарушение территориальной целостности и суверенитета Армении для нас неприемлемо. Посол Ирана. Нахиджеван – это не Азербайджан. Генеральным директором премии «Оскар» назначена армянка. Депутат Национального собрания Западной Армении третьего созыва Грекор Амирзаян сообщает в своем микроблоге. Военная академия имени Вазгена Саркисяна, принадлежащая Министерству обороны Восточной Армении, теперь является членом Международной ассоциации военных академий. Благодаря масштабной образовательной реформе, военная академия смогла подать заявку на вступление в Международную ассоциацию военных академий. Учитывая образовательные реформы, проводимые академией, заявка была одобрена. При соединении к Международной ассоциации, в которую входят 19 военных академий – США, Канада, Германия, Франция, Швеция, Испания, Бразилия, Катар, Польша, Южная Корея, Южная Африка, Колумбия, Филиппины, Косово. С подробностями можно ознакомиться на нашем YouTube-канале WesternArmeniaTV. 19 января исполнится 17 лет со дня смерти Гранта Динька. В День памяти Динька состоится ряд мероприятий, посвященных великому армянину. Ранд Диньк был убит 17 лет назад у входа в редакцию газеты АКОС. 19 января в 15.00 будет отдана дань уважения перед зданием Себата возле редакции АКОС. Будет организован онлайн-показ фильма «Системные памяти. Слишком мало слов». 19 января состоится презентация книг, посвященных Гранту Диньку. Министр иностранных дел Греции Йоргус Герапетритис в мемориальном комплексе Цицерна Каберт почтил память жертв геноцида, совершенного против армян. Министр иностранных дел Греции возложил венок к памятнику, увековечивающую память жертв геноцида и цветы к вечному огню. Напомним, 25 апреля 1996 года парламент Греции принял решение о признании геноцида, совершенного против армян. Иран всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Армении, подтвердил в ответ на вопрос журналистов посол Ирана Восточной Армении Мехрисо Бани, подчеркнув, то, что станет причиной нарушения суверенитета и территориальной целостности Армении для Тегерана, будет неприемлемо. Мы всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Армении, и то, что приведет к нарушению суверенитета и территориальной целостности Армении, неприемлемо для нас, заявил посол. На вопрос журналистов, поскольку вы знали, что для вас неприемлемо нарушение территориальной целостности Армении, если эта территориальная целостность и суверенитет будут нарушены, Иран предпримет конкретные шаги в этом направлении. Посол ответил, что это не будет нарушено. Напомним, накануне глава Баку в интервью местным телекомпаниям вновь заявил, если Загизурский коридор не будет открыт, Азербайджан не откроет границу с Арменией ни в одном другом пункте. Вчера глава Баку заявил, что если восточная Армения не согласится на беспрепятственный проезд между Нахидживаном, граница с Арменией в другом месте не будет открыта, что является условием мира. Уместно вспомнить, что после оккупации Нахидживана советскими войсками статус армянской автономии был предметом внутреннего соглашения. В целом, в 1921 году вокруг российско-турецких соглашений и статуса Нахидживана существовало глубокое и глобальное табу. В то время, когда Ильван включил этот вопрос в повестку переговора, он мог бы противопоставить выполнение требований Московско-Карского договора, требований Баку о предоставлении половины территории Армении, которые не имели никаких правовых оснований. Не случайно глава искусственно созданного государства говорил о восьми селах, отказе покинуть оккупированные территории 12 мая 2021 года и 13 сентября 2022 года, открытии границ и о связи между Баку и Нахидживаном. Все эти вопросы ведут к проблеме, которую все сознательно игнорируют. По указанию Москвы и Анкары, которые в 1919 году провели административные границы Советской Армении с учетом их нежизнеспособности. Академия кинематографических искусств и науки назначила Тенни Мили Донян на недавно созданную должность главного директора премии «Оскар». Об этом заявил исполнительный директор Академии Билл Крамер. Мили Донян будет руководить стратегией связями с талантами, специальными мероприятиями и производственными группами для всех программ и мероприятий, посвященных наградам, как сообщает Hollywood Reporter. Об этом отметил Крамер. Мили Донян также будет тесно сотрудничать с продюсерами «Оскара», ведущим шоу, руководством Disney, ABC и Академии, курируя команды, разрабатывающие и проводящие «Оскар» для мировой аудитории. Директор Академии, высоко оценив опыт, творческую индивидуальность и перспективность Мили Донян, подчеркнул важность этой должности, особенно в преддверии сотой церемонии вручения премии «Оскар». Под руководством Крамера в 2022 году Мили Донян возглавила недавно созданное стратегическое подразделение «Оскара», которое в течение года работало над всеми программами, связанными с наградами. Мили Донян до недавнего времени была исполнительным в виде президентом «Оскара» по стратегии. Свою карьеру в Академии она начала в 2005 году в качестве руководителя отдела коммуникации и рекламы, курируя стратегию и маркетинг бренда. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение в исполнении группы «Каринь». «Каринь» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!